Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот это да, ну вот это да, и уже как в теннисе, 6-0. Привет друзья, всем доброго времени суток. 6-го мая стартует чемпионат мира по хоккею. В этом году он будет проходить в России. И давайте сегодня немножко порассуждаем, что же ждет нашу сборную, конкретно разобрав ее состав, а также соперников по группе. Что ж, поехали. Начать хочу с состава. Думаю, что все вы следите за национальной хоккейной лигой и знаете, какие хоккеисты сейчас продолжают борьбу за кубок Стэнли. И кто из хоккеистов НХЛ уже доступен для того, чтобы выступать на чемпионате мира. Ну ладно, давайте прямо по линиям. Начнем, конечно же, с вратарей. И вот тут нет никаких вопросов. У нас есть два шикарных кипера, Варламов и Бобровский. Команда обоих этих вратарей участия в кубке Стэнли этого года не приняли. Так что и Семен, и Сергей являются крепкой и надежной парой наших вратарей. А вот вместо третьего вратаря должно быть отдано кому-нибудь из континентальной хоккейной лиги. И на месте Олега Знарка я бы не сомневаясь брал Илью Сорокина из московского ЦСКА. Илья всем сезонам КХЛ доказал, что он очень хороший вратарь. И он достоин того, чтобы хотя бы быть резервистом на этом чемпионате мира. В общем, с вратарями в принципе все ясно. А вот дальше самая большая проблема сборной России на протяжении многих лет. Это оборонительная линия. Постоянное слабое звено нашей команды. Я бы просто сказал хронический недостаток. По семейным обстоятельствам от участия в турнире отказался Андрей Марков из Монреали. И проблем стало еще больше. А если еще и учитывать, что Дмитрий Орлов из Вашингтона и Никита Нестеров из Стампы до сих пор продолжают борьбу за трофей в НХЛ, то выглядит эта ситуация просто печальной. И пожалуй весь груз ответственности падает на обладателя кубка Стэнли Вячеслава Войнова, который должен стать своеобразным лидером обороны. К нему в помощь есть еще опытный Алексей Емелин и дебютант Алексей Марченко из Детройта. И вот на этом, пожалуй, все из сильных хоккеистов. З нарку придется очень сильно постараться, чтобы выстроить хорошие оборонительные редуты, учитывая по-настоящему большие проблемы с составом. Ну что же, а теперь о нападении. Сразу скажу о хоккеистах Национальной хоккейной лиги. Павел Дацук вместе с Детройтом вылетел из розыгрыша кубка Стэнли. В данной ситуации он явно должен стать одним из лидеров команды. Обязательно наличие Панарина и Анисимова из Чикаго. Причем этих ребят явно нужно ставить вместе, ибо они могут показать много чего хорошего вдвоем. Есть еще не попавшая в плей-офф Аризона, но Сергей Плотников, на мой взгляд, чуть-чуть не дотягивает до состава сборной. Хотя и все-таки лишним там тоже не будет. А вот Виктора Тихонова я бы хотел там увидеть. Из Нью-Джерси есть Сергей Калинин, а из Эдмонтона, скорее всего, приедет на Илья Купов. Плюс надо отметить, что сейчас сражаются Вашингтон и Питтсборг. А значит кто-то из пары Александра Овечкин и Евгений Малкин вылетит из плей-офф и сможет отправиться помогать сборной на чемпионате мира. Такая же ситуация в матчах Тампе-Бэй и Айлендерс, где из российских хоккеистов столкнулись Никита Кучеров и Николай Кулемин. Это, в общем, что касается состава. В соперниках по группе у нас Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Дания и Казахстан. Понятно, что тут нужно выходить с первого места. Да и вообще единственная цель, которая должна ставиться перед российскими хоккеистами, это золотые медали. Тут и разговоров больше никаких быть не может. Швейцарский хоккей, кстати, развивается очень стремительно. Так что с ними будет, возможно, посложнее, чем со шведами и с чехами. Ну все, увидим сами. Первый матч наша сборная проводит против Чехов 6 мая в 8 часов вечера. Так что не пропустите матчи, мы посмотрим, на что же способна текущая сборная России под руководством Олега Знарка. Что ж, друзья, ну а на сегодня все. Обязательно еще поговорим о североамериканских сборных и, в принципе, о другой группе. Не забудьте также написать свои прогнозы на чемпионат мира в комментариях. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите хоккей как искусство. Всем пока! Эй, чемпион мира! Чемпион своего внутреннего мира! Ты чемпион мира, чемпион своего внутреннего мира, ты чемпион мира, ты чемпион мира, ты чемпион мира.